Уважаемые наши подписчики, ну не скупитесь, делитесь нашим видео со своими друзьями, пусть они тоже подписываются, пусть тоже радуются жизни. И не забывайте ставить лайки, писать комментарии и нажимать на колокольчик. Тогда мы снова с вами увидимся. Муж с женой долго ругаются, и наконец она выдает. Еще раз назовешь меня курицей, я тебе яйца снесу. Двое ночью воруют картошку на колхозном поле. Один спрашивает, слышь, Галян, а что ты будешь со своей картошкой делать? Как что? Отвезу домой, отдам жене, она меня накормит, нальет 150, а потом у нас будет прекрасный секс, а ты со своей картошкой что будешь делать? Бля, хотел ее на рынок отвезти, но теперь, наверное, тоже твоей жене отвезу. Друзья, я понял. Вы знаете, моя жена во время карантина перестала делать депиляцию. Это же получается, что она ее все время делала не для меня. Заходит в аптеку группа парней, и один из них, самый такой деловой у фармацепта, девушки спрашивает, презервативы есть? Она говорит, конечно есть. А где у вас тут примерить можно? Ну и вся ж толпа смехом заливается. Девушка не растерялась и говорит, а что, боишься, что спадать будут, а? Знаете, мой сосед, который всю жизнь сверлил у меня за стеной, вдруг затих, но подозрительно начал кашлять. Вы знаете, вы такой интересный, вы такой загадочный, у вас такой нестандартный ход мысли. В чем ваш секрет? Да я ебанутый. Мужик, глядя на муху, произнес, ну ты жирная. Это я не тебе, дорогая. Но сковородку уже было не остановить. Запомни, Яша, лучше стакан виски в руках, чем журавль в небе. Может синица? Может и синица. Но виски лучше. По соцопросам в России 65% женщин хотят иметь ребенка от Путина и 70% мужчин. Маме, маме, а можно я пойду с мальчиками, позанимаюсь на спортплощадке? Нет, сынок. Почему, мама? Запомни, Семочка, если бы физкультура помогала в жизни, то у каждой еврейской семьи было бы по два турника. Поэтому играй гамы и не зли маму. Вы знаете, дорогие друзья, вот это новогодний голубой огонек в России. Такое событие. И вот как-то, знаете, в этом году на голубой огонек не пригласили ни Баскова, ни Билана, ни Киркорова. Ну, я не знаю, сами посудите. Ну, какой это теперь голубой огонек? Боря, а что у вас происходит? А что такое? Ну, ваша теща уже третий раз за неделю отравилась грибами. А, это все ее ужасный склероз. В смысле? Ну, она эти грибы готовит для меня. А потом забывает и есть сама. Жена в доску пяная, в четыре часа, в ночи приходит домой, открывает дверь, муж стоит на нее, говорит, ты пила? Она на него смотрит, говорит, я топор. Алло, да, слушаю вас. Скажите, это сумасшедший дом? Нет. Но если вам очень надо, то могу позвать к телефону тещу и жену. Знаете, друзья, стал делать дома ремонт, ну, в своей квартире. Хотел выполнить ремонт в стиле хай-тек. Ну, каждый день мы после работы с ребятами отмечали проделанный кусок работы. И потихонечку наш стиль перешел хай-тек. А со временем хуй с ним. О, Боря, слушай, откуда у тебя такой синяк под глазом? Ой, это все из-за разности взглядов на макияж. В смысле? Ну, вот смотри, когда у моей жены на лице полтона косметики, то это нормально. А если у меня на щеке чуть-чуть помады, то это уже конец света. Дорогая, любимая, что? Я вот сына с садика привел. Ух ты, мальчик. А как мы его назовем? В смысле? Придурок, у нас дочь. Жена говорит мужу, Сема, ты так некрасиво вчера вел себя у Шнирзонов. Ты должен позвонить им и извиниться. Не буду я извиняться, я им сказал то, что я о них думаю. Нет, ты должен извиниться. Ну, хорошо, хорошо, набери их номер. Жена набирает номер Шнирзона, дает ему трубку. Он берет и говорит, алло, это квартира Сыдоровых? Он говорит, нет. Ох, извините, пожалуйста. Ух ты, боже мой, какая хорошенькая девочка. А сколько тебе? Лидер, пожалуйста. Коленька, вставай. В школу опоздаешь. Да ну я нахрен эту школу не хочу, не пойду. Меня там все обижают. Так нехрен им столько задавать. Из-за отсутствия пальца у Антона на правой руке все думали, что он фрезеровщик. Ну он-то оказался стоматолог. Это ж вчера черная пятница была. Ты, Колян, что прикупил в черную пятницу? Черного хлеба. Вы знаете, я, наверное, понял. Я понял, что такое любовь. Любовь, это вот как у меня. Когда отдаешь жене последнюю маску, чтобы она сходила в магазин тебе за пивом. Дорогие друзья, спасибо, что досмотрели наше видео до конца. Подписывайте своих друзей, ставьте лайки, пишите комментарии. И главное, не болеть. Ну а пока, пока. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...